Тысячи выпускников окончили детскую музыкальную школу номер один. Многие из них выбрали музыку главным делом своей жизни. И сегодня сюда на уроке салфеджи и занятия по фортепиано, скрипке, флейте, аккордеоне, гитаре ходят более трех сотен ребят. Это не только одаренные дети, но и большие труженики, отводящие репетиции большую часть своего свободного времени. Музыка очень помогает, обогащает внутренний духовный мир человека, ребенка тем более. Он развивается духовно в разносторонне, разнопланово. В дальнейшем, я думаю, это помогает ему жить, развиваться в будущем жизни. И такие дети более развитые. А начиналось все в далеком 44-м. Был сложный период войны и разрухи. И именно в такое непростое для государства время и появляется в Бендерах музыкальная школа. Учебное заведение, которое наряду с общим образованием дает всестороннее развитие. Учит людей воспринимать не только проблемы жизни, но и ее красоту. Любовь к музыке. Это чувство пробуждает у своих воспитанников педагогический коллектив уже на протяжении семи десятилетий. Когда-то в этой школе училась Ольга Жуковская. Теперь своей альма-матер педагог преподает салфеджо. Училась при первом директоре. И каждый новый директор мне знаком. Все были очень хорошие люди. Школу поднимали. Школа росла, процветала. Получала очень много премий всевозможных. Коллектив у нас всегда был хороший. Все дружные коллективы, работящие. Надеюсь, что и дальше школа будет справлять юбилеи именно с круглыми датами. Дай Бог, чтобы все были тоже счастливы и дожили до славных юбилеев. Многократные победители музыкальных смотров и конкурсов – это и сегодняшние учащиеся школы. Среди тех, кем гордится педколлектив – президентские стипендиаты. Их здесь 11 человек. Почетный список в этом году пополнила пианистка Елена Беляева. «Музыка для меня не просто хобби, а вся моя дальнейшая жизнь. Это моя душа», – говорит Лена. Я пожелаю всем им учителям, чтобы они жили очень долго, чтобы у них все больше и больше расцветал творческий путь, и чтобы у них все больше и больше было талантливых детей. Сегодня Лена выступает в составе Государственного симфонического оркестра под руководством Григория Масейко. Для юбилея – самые лучшие концертные номера. Выступления педагогов и учащихся первой музыкальной чередовались с поздравлениями, вручением грамот и цветов. Коллектив имеет несколько поколений. Значит, традиции, которые изначально были вложены и в педагогическое воспитание, и в организационные вопросы, они влются и передаются. Значит, есть преемственность и педагогической направленности. Я могу много говорить, но я главное скажу. Мы безмерно горды, что есть такой педагогический состав, есть такая школа. И мы поздравляем вас от имени Государственной службы по культуре. С удовольствием вручу вам поздравительный адрес, Андрей Григорьевич. Эти цветы в вашем лице, цветы и самый низкий поклон всем, кто служит в этой школе. Со сцены звучали слова благодарности за труд и хорошие результаты, которыми гордится не только наш город, но и вся республика. Лучшие работники педагогического коллектива были отмечены грамотами Государственной службы по культуре и Бендерской государственной администрации. Я думаю, что, имею полное право немножко поменять слова Гюты, который сказал, что когда музыка есть, люди ее не замечают, но когда ее нет, люди задыхаются. Очень прекрасно, когда музыка становится еще специальностью. И прекрасно то, что в этой специальности, вот этой любовью к лучшему вы учите детей. Я хочу в этот прекрасный день пожелать здоровья, счастья, тепла в ваших домах и детям новых творческих успехов. Несколько часов в зале не смолкали чарующие звуки музыки. Благодарные слушатели в ответ аплодировали выступающим. Светлана Бакал, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.